так ребята я онлайн присоединяйтесь у нас часть 2 пошла я напомню то что мы общались про комплименты так присоединяю николай прием да я отлично всех еще раз приветствую в общем да ребята я благодарю вас за комментарии если можно продублируйте пожалуйста вопросы которые для вас актуальны в чат вот этого эфира мы продолжаем в общем первое у николая есть книга gold ring я рекомендую вам написать никого или в личку либо уже с нами как-то продолжить общаться если вы хотите книгу получить потому что там прям разобрана разобран каждый этап переговоров с заказчиком начиная с установления контакта и заканчивая выводом заказчиком в следующий этап переговоров может быть по какой-то новой сделке или новому проекту я предлагаю начать раскрывать вопрос коммуникации наверное на встрече да это тоже тоже было бы интересно например зачем это нужно да и почему это было бы полезно понимать когда вам написал заказчик и вы с одной стороны вроде как обрадовались с другой стороны вы и вам страшно потому что вы не понимаете а что с ним делать ну окей вы уже узнали как заказчика квалифицировать как ему задать правильный вопрос как ему как вытащить его в живое пространство диалога но что и что с ним делать да на какие вопросы ему задавать о чем с ним говорить когда у вас идет уже встреча вот этот вопрос который вызывает у многих не знаю либо живой интерес либо страх и ступор от незнания и а у нас когда я короче учился продажам да у нас была практика такая мы звонили сначала мы отправляли факс потом мы звонили и назначали встречу то есть цель звонка была назначить встречу и там было примерно так мы тоже боялись встречаться с заказчиками и ты звонишь и такой здравствуйте соедините меня пожалуйста там с виктором васильевичем там директором окей пробивался через секретаря с ним общался и говорил типа давайте мы с вами встретимся тогда тогда ты в общем назначал встречу но иногда секретарь говорила то что директора нет на месте к сожалению ты звонишь и ты делал примерно так дима иногда бывает вообще по-другому когда первые звонки а я же обучал делать продаж обучал новичков да и в общем то у меня у самого определенный момент времени было семь продажников своих которых я поднимал их навык там там даже не тогда когда ты дозвонился до секретаря когда вообще звонит человек компания и дожидается аж второго гудка и кладет трубочку они взяли я думаю что у тебя вопрос не про то дозвонился или нет с руководителя там есть общение с руководителем или нет ты сейчас говоришь про живую встречу или про телефонный звонок с тем кто принимает решение с так называемого пэра можно копнуть конечно и какой-то предварительный диалог вот но хотя в принципе я считаю что сейчас ситуация гораздо проще то есть мессенджер это общался и там предложил человеку встретиться там в скайпе и вытащил его в скайп у вас есть минут сорок на встречу и поэтому промежуточный шаг можно обсудить уже в более плотном диалоге не на этом эфире а вот я бы поговорил про структуру встреч просто для того чтобы создать понимание ну типа что делать ну чтобы уже как-то комфортно себя ощущать когда тебя заказчик напишет чтобы там ты не боялся чтобы ты его не игнорил написать давай я тогда прокомментирую сразу на твои вопросы и поделюсь своими методами подходами я думаю что ты затронул очень важную тему эта тема переговорного веса так называемого когда мы заходим переговоры мы просим о чем-то умоляем и надеемся или мы являемся изначально партнерами которые зашли своими со своими компетенциями своим уровнем профессионализма и по большому счету если к заказчик отказывается нам должно быть чуть-чуть его жалко что он будет работать с кем-то менее профессиональным если будет вообще работать и во по-прежнему будет терять клиентов лидов ресурсы находиться глубоко конкурентном поле не имея тех тех самых возможностей которые открываются с ним при нашем партнерстве если мы сразу заходим переговоры именно на равных условиях несмотря на то что сейчас может быть наши участники которые находятся в прямом эфире зарабатывать 50 70 тысяч в месяц да наверняка и такие тоже есть может быть кто-то вообще только-только начинает делать первые шаги в этой индустрии а заказчик зарабатывает там условно говоря 2 миллиона в месяц как можно выравниться на этой планке вот как можно чувствовать себя равноценным партнером и предлагать какие-то свои идеи свои решения когда мы сильно в разных рисовых категориях друзья мои вот это первое что вам необходимо сделать это выровнять ваш переговорный вес здесь я тоже поделюсь одним из инструментов которые я очень люблю и который всегда приживается у участников это так называемая ваша копилка ваших достижений и наверняка тот человек с которым вы будете общаться он в каких-то других сферах жизни не так силен не так компетентен не является таким супер профи в котором вы в тех тех сферах которых вы обладаете внутренним ресурсом и понятно что эти поля могут не пересекаться вы может быть круто быть крутым сноубордистом вы можете иметь самую там крупную коллекцию музыкальных треков led zeppelin или еще еще какой еще какой-то компании вы можете быть экспертом в каких-то совершенно других сферах жизни и это вам нужно не для того чтобы использовать переговорах для того чтобы чувствовать внутреннее свое ядро чувствует свою мощь чувствует свою целостность и понимать что когда вы заходите в поле коммуникации с вашим потенциальным клиентом вы даже в этой сфере в этом направлении эксперт не его и тогда вы не сравниваете какое количество денег сейчас по факту для вас может быть хорошей новостью что некоторые заказчики несмотря на то что они ездят на крутом джипе имеют по факту меньше денег в настоящий момент чем вы с учетом всех кредитов долгов и обязательств которые у них есть перед партнерами контрагентами вот и другими другими игроками рынка такое тоже такое тоже бывает вот и поэтому переговорный процесс на мой взгляд состоит как раз из этапа еще и эмоциональной настройки на ведение коммуникации если вы зашли в ресурсы если вы знаете что у вас есть хороший портфолио если вы понимаете что вы обладаете талантами то вы наведя переговоры самое главное чтобы не пропустили важного этапа это еще раз позадавать вопросы вам может быть покажется странным но одна из особенностей моей методики ведения переговоров в жестких в том числе и манипулятивных и там открытых формате вин вин это сильно зависит от того с кем вы общаетесь одна из методик заключается в том что вам необходимо научиться не отвечать на вопросы при любой возможности пока она есть друзья если я кого-то удивил поставьте сейчас любые смайлики на нашем чате вот я тогда расскажу что я имею ввиду и каким образом можно пользоваться именно эти технологии этой методикой для достижения максимального результата например пишет тебе заказчик и говорит сколько стоит разработать вендинг сейчас сильно упрощаешь задачу я думаю что вы понимаете почему нельзя отвечать на этот вопрос ну мне кажется вот здесь ответ прям абсолютно на поверхности хотя ну ни для кого не секрет что если вы сейчас как заказчики закинете куда-нибудь на сайт фриланса такой вопрос вы в девяти случаев восьми точно из десяти получите конкретные цифры и я думаю что вы понимаете почему нельзя отвечать в этот момент потому что сильно зависит от сложности сайта от требований которые будет предъявлять заказчик а от того вообще что он подразумевает под лендингом потому что для кого-то это может быть при переходе с фейсбука это одна страничка на которой есть информация о предложении как каком-то акционном а для кого-то 16 страничные там по полной программе разложенный вариант где есть все и и бэкграунд и отзывы и детали предложений история компании все все что нужно и что что не нужно вот поэтому если вам клиент задает вопрос ваш потенциальный заказчик вот то ваша задача идти в уточнение дальше говорить но в крайнем случае прям сильно упрощая модель могу сказать что это прекрасный вопрос для того чтобы мне на него вам ответить и точно наше с вами видение совпало могу ли я задать еще вот эти два вопроса первый второй и у меня вам рекомендация не бойтесь задавать вопросы потому что кажется но заказчик же ждет конкретных цифр я обучаю дело продаж например медицинский центр иногда довожу эту ситуацию до абсурда когда вам когда медицинский центр звонят и спрашивают до скольки вы сегодня работаете даже в этом случае нельзя нельзя отвечать потому что вы не знаете кто позвонил зачем позвонил откуда у него информация что он конкретно хочет и поэтому вешаете с умным видом паузу сейчас я вам подскажу точно по нашему графику скажите пожалуйста у вас есть конкретные задачи которые хотите решить с нашей помощью и если не секрет что что наиболее важно для вас почему обратились именно к нам и примерно 10 процентов клиентов разгневаются бросить трубку скажет что за фигня вот я звонил узнать расписание начинает спрашивать но 90 процентов легко и комфортно начнут отвечать на эти вопросы ваши а это возможность заработать денег просто получив дополнительную информацию пригласив человека уже попадая в его запрос конкретно поэтому если вы чувствуете что переговоры пошли берите инициативу на себя я обычно рисую такую картинку вы наверное помните такие советские фильмы с темная комната сидят значит в комнате двое на столе стоит лампа больше ничего нет и это вам вдруг поворачивается в сторону одного из участников второй стоит и говорит вопросы здесь задаю я и это вам такая напоминалочка что тот кто задает вопрос и тот ведет переговор кто-то на них отвечает является переговор к ведомому поэтому и чем больше вы задаете вопросы по принцип еще и такой что в переговорном процессе напишите пожалуйста кстати вам давать этот тест второй вопрос соотношение какое количество времени вы должны отвечать на вопросы такое количество вы должны слушать сколько вы говорите сколько слушать отличный вопрос но в идеальных переговорах я хочу здесь вам на помощь призвать правила пара это 80 20 про который многие уже слышали просто чтобы сильно упростить нашу модель как вы думаете все-таки вы говорите вы больше говорить должны в переговорах или все-таки больше слушать это соотношение слушать говорить или говорить слушать да вот нам еще с этим бы надо разобраться вообще вы будет будет круто напишите прям словами больше говорить или больше слушать ну смотрите теперь теперь у нас цифры с тобой есть надо понять что с ними делать если вы пишете 80 процентов говорить 20 процентов слушать тогда вы не продаете больше слушать я вижу комментарии да я называю это автопогрузчик если человек который совершает продажу при этом только и делает что грузит клиента какой-то информации вот то но я вас уверяю результат будет очень низкий у меня есть принцип у меня есть правило давайте еще один вопрос вам задам какое количество времени у вас есть для того чтобы сделать свою презентацию вот сколько по времени вы будете рассказывать о себе и о своем продукте вот идеальную цифру в секундах в минутах или в часах напишите и только подпишите пожалуйста если вы пишете 30 то нам пока не будет непонятно секунды минуты и часы так дим но есть комментарий что плохо слышно я тебя слышу хорошо да у меня тут разрядились наушники еще не решил проблему с микрофоном поэтому я просто буду говорить чуть погромче да отлично я вижу 15 минут вижу комментарий да то есть это это время на презентацию 35 минут хорошо есть ли еще у наших ученых мнение наших экспертов 5 минут достаточно на на том курсе который мы с дмитрием сегодня будем анонсировать я буду рассказывать как за одну минуту делать презентацию и даже объясню почему дольше нельзя сейчас не будем забегать вперед но любая презентация которая длится больше 60 максимум 90 секунд вот это прям такой метод автопогрузки называется бомбардировка квадратных ездового способа буду рассказывать обо всем что знает что не знает а пусть попадут в запрос попадут в потребности и клиент согласится но это значит что вы не готовы сейчас сделать адресное предложение четко попадающим его интерес окей давай заглянем вопросы наверняка у участников есть еще какие-то моменты которые мы не успели с тобой разобрать свой вопрос как правильно сформулировать и донести ценность для заказчика это вопрос к презентации ну сейчас получается говорил о презентации скажем так самом начале переговоров и есть еще презентация в процессе встреч после выяснения потребностей вот ну это и в принципе всегда когда вы хотите что-то какой-то оффер сделать какую-то ценность донести всегда это нужно делать через формат презентации презентация должна быть очень коротко так вот вопрос еще раз как правильно сформировать ценность и донести ее до заказчика ну посмотрите большая тема но просто огромная она потребует несколько часов проработки если очень коротко прям совсем делать выжимку то во первых надо помнить какие ценности вообще в принципе есть их не бесконечное количество вот я в своей методологии выделяю всего шесть ценностей это ценность безопасность это комфорт это качество это взаимоотношения так называемые с брендом или понты это эмоции которые клиент получает и финансовый результат который в итоге имеет и когда мы классифицируем нашего или квалифицируем нашего потенциального клиента нашего потенциального заказчика мы должны понять вообще а у него как это скомбинировано в голове потому что чаще всего человек принимает решение основываясь на комбинации двух ценностей вот из этого списка из этих шести вот я думаю что мы сегодня прям даже не будем разворачивать эту тему вот потому что это целая методология мы поговорим о ней чуть позже наверное уже в наших либо следующих эфирах либо внутри курса более подробно а сфокусировать внимание я хотел как раз на том что клиенты разные если мы научимся определять типаж клиента мы будем понимать что кто-то готов поэкспериментировать для него инновации там новые стили новые форматы дизайна новые подходы креативные отличающиеся для него цены а кто-то категорически работает только в консервативном поле если мы научимся вот хотя бы вот в самом первом приближении отличать клиента то тогда мы будем делать предложение адресно мы не будем использовать тех терминов которые скорее отпугивают клиента от нашего предложения чем увлекает его взаимодействие с нами и это как раз то самое мастерство я считаю что это высший пилотаж это так называемый продажи 2.0 когда мы умеем через несколько фраз общения с клиентом начинать говорить его языком и на нашем курсе мы будем как раз говорить о том что темп речи важен скорость сила голоса все это важно и в телефонном звонке и непосредственно в переговорах а сегодня мы наверное я заострю внимание на том что ведя переговоры с клиентом крайне важно выписывать фразы и слова то есть термины которые он использует в описании того что он хочет видеть в качестве идеального результата когда я приезжаю к заказчику с которым мы будем запускать консалтинговый проект или обучать отдел продаж я сразу прошу разрешения можно я буду помечать для себя какие-то важные моменты и парадокс в том что я подмечаю чаще всего в основном фразы и термины которые он использует когда характеризует как он видит идеальную картинку и когда у него на столе оказываются два одинаковых по сути предложения одинаковые даже по стоимости читая мое у него возникает ощущение что это тот человек который разговаривает с ним на том языке понимает и слышит это тоже один из технических моментов которые важно помнить учитывать прям не ленитесь не стесняйтесь записывайте копируйте из переписки именно те слова не так как вы это представляете не так может быть как выглядит более научно более экспертно более профессионально а прямо теми словами теми терминами которые клиент хочет донести до вас ту идеальную картину которую он представил я тогда обобщу здесь потому что инфайя очень ценная получается некая такая трехслойная модель да как правильно на основе чего правильно донести ценность первое глубинное это понимание ключевых потребностей человека да то есть там есть поверхностные потребности ну типа чего он хочет в плане задачи есть глубинные потребности по части безопасность там не знаю доверие и поддержка что важно человеку самоупреждение в общем первое выяснить потребность второе это получается определить типаж клиента и говорить на языке того что ему надо ну то есть как ему надо создавая правильную комфортную для него атмосферу да потому что может быть с некоторыми нужно общаться импульсивно да потому что это люди по своему типажу достиженцы им надо прямо сейчас там им нужен результат результат либо есть ребята которые больше ориентированы на процесс для них другие штуки важны в плане настроения то есть это вторая часть вторая часть это настроение и третья часть это рапорт рапорт это получается базовая вербальная штука ну хотя нет вербалик сюда тоже хватит ну я бы сказал это твоя настройка на клиента это да уметь говорить на языке клиента и действовать так как он обычно действует вот так а для этого я представляю две части первое рапорт а второе это как бы настрой настроение ну вот а для этого необходимо его чувствовать для этого необходимо как бы на какое-то время прям вживаться в его модель поведенческую как говорится побывать в его шкуре и я дополню вот то о чем ты сказал через ценность клиента идти если мы услышали в его запросе что ему нужен сайт точно не визитка а сайт это не значит что мы что-то поняли потому что за этим сайтом у него может лежать вообще абсолютно разные задачи кому-то надо через этот сайт доказать что он круче чем его бывший одноклассник кому-то важно чтобы этот сайт был потому что его просто задолбали а где вообще почитать о тебе ему надо просто галочку поставить вот кому-то надо проявить свое творчество максимально у него огромное количество контента на сегодняшний который он не знает куда качественно можно выгрузить вот а для кого-то это язык интерпретации как раз если они занимаются там каким-то высокотехнологичным оборудованием вот ему надо найти специалистов которым он трудоустроит и специалистов далеко не с тем уровнем образования технической подготовки но чтобы они поняли чем занимается завод чем занимается предприятие и захотели туда прийти и устроиться поэтому задачи совершенно разные для кого-то эмоции для кого-то это бренд для кого-то узнаваемость для кого-то продажи вот если мы просто делаем сайт так как посчитали нужным есть большой риск что мы совершенно ну будем очень далеки от той идеальной модели которая ждет на склее так что еще маленечко поотвечаем на вопрос прям реально народ начал писать так окей есть один вопрос я на него коротко отвечу это такой интересный с психологической точки зрения да у меня не совсем вопрос был пару раз когда после дизайна заказчик не реализовывал его у меня очень тяжелое состояние после этого я настолько расстраиваюсь что не хочу брать следующие заказы и во время работы постоянно думаю об этом что моя работа окажется окажется бесполезной что с этим делать значит у многих скорее всего возникает вот это вот чувство да что твоя работа окажется бесполезной это чисто психологический аспект который к заказчику или клиенту по сути не имеет никакого отношения на что важно обратить внимание первое это решение начать ценить то что ты делаешь это просто сказать но очень нелегко реализовать здесь нужно понять что нужно сделать для того чтобы ценить то что ты делаешь почитайте коротко да если почитайте книгу михаила лобковского любовь к себе о любви к себе называется хочу и буду вот эта книга про любовь к себе про то что важно делать то что хочется и про то что важно ценить себя такого какой вы есть соответственно если вы будете ценить себя есть значит вы будете ценить результат своего своей собственной работы неважно какой он то есть я люблю то что я делаю и . не потому что она такая потому что вот кому откликается дима если позволишь если ты позволишь я дополню у нас такая сегодня мы про веселые истории анекдоты и кейсы из жизни вот я тут мне вспомнился анекдот когда начинающий парикмахер бродобрее к нему приходит клиент и он убреет значит и в этот момент такой легкий порез у клиента на щеке он извините извините я исправлю сбор больше не будет бреет его дальше опасные бритвы раз у него на другой щеке такая же история то значит клиент он да не не извините не это я я я все вот тут третий раз раз у него снова такая же история да ничего у меня не получается так заказчик не супер доволен тем тем что он получил в итоге вы берете проект и сносите его но наверное на самом деле полная дрянь и удаляете это одна история если вы помещаете как как жемчужину как драгоценность помещаете в свою копилку это значит что но этому клиенту не подошло не понравилось но у вас впереди еще десятки сотни клиентов для которых это может быть прям идеальным идеальным результатом по крайней мере иллюстрации того как вы подходите к делу но здесь наверняка я вообще не сомневаюсь то что вы делаете это всегда шедевр особенно есть еще хороший вопрос который можно задавать после окончания проекта ну точнее использовать окончания проекта как повод продолжится а что вы бы еще хотели сделать или например а что вам было бы еще интересно сделать проект ну после того как вы спрашиваете рекомендацию отзыв обратную связь это всегда повод к новому к новому циклу переговоров потребностей оффер и так далее это как раз описано в книге николай колбейн дима я добавлю смотри то о чем ты говоришь это когда проект благополучно закончился когда клиент благодарен там деньги полученные результат есть я добавлю а если клиент недоволен там контракт на каком-то этапе клиент наставит пересматривать или вообще отказываться от дальнейшего сотрудничества можно обидеться и спрятаться как говорится я в домике да и сказать что но все все дураки потом три дня три недели три месяца восстанавливаться чтобы вернуться к этому ко всему и вот я именно в рамках переговорного цикла я этот как раз кейс этот пример показываю использую я об этом говорю если внутри переговоров нет мы работать с вами не будем это значит что что-то произошло критичное внутри переговорного процесса можно отхлопнуть дверью распсиховаться сказать что я сам не умею проводить переговоры все я не продажник у меня никогда ничего не получится в этот момент вашей концентрации вашей мудрости вашего профессионализма может хватить для того чтобы остановить переговоры на долю секунды на несколько секунд и сказать его вот я понял что до этого момента почему-то было все хорошо вот сейчас что-то произошло вот скажите мне но понимая что переговоры условно говоря там но на 95 процентов уже проиграны да и можно ничем не рискуем и все равно как говорится дальше не двигаемся то пока информацию этого остановленного формата переговоров и вашего вопроса я тебе три раза задал вопрос по поводу сроки поставки а ты мне продолжаешь задавать вопросы или рассказываешь о вашем качестве мне это не интересно я понял что мы работать не будем когда вы говорите слушайте точно да а если я сейчас вам расскажу именно про актуальна и важна и я отвечу на ваши вопросы у нас есть шанс для того чтобы продолжить переговоры давайте попробуем и в большинстве случаев это позволяет вернуться снова к конструктивной коммуникации двигаться дальше точно так же если вдруг клиент начал как-то неадекватно себе вести вот можно психануть и хлопнуть дверью а можно писать иван петрович скажите пожалуйста что и на каком этапе произошло не так что повлияло на ваше решение о дальнейшем взаимодействии и очень часто именно в этот момент появляются объективные факторы которые повлияли на его решение у меня кончились деньги не предвидится ну понятно что там одна история если он говорит вы знаете я не смогли там трижды вам звонил сегодня не смог связаться трубочки не берете я понял что вы вообще уехали на мальдивы вместе с моим заказом деньгами и ничего дальше не будет вот или еще какие как только мы видим мы понимаем боль понимаем риск и на это уже можно воздействовать и с этим уже что-то может конструктивно делать если сделать вывод подытожить да этот вопрос тогда он будет про то что важно всегда оставаться в контакте то есть во взаимодействии с человеком с которым вы ведете переговоры чисто по-человечески и у многих заказчиков есть такая история дизайнер пропал что делать так вот если вы будете оставаться в контакте то есть коммуникации с заказчиком тогда вы будете выделяться на фоне дизайнеров большинства дизайнеров потому что они пропадают вот окей так я чувствую что нам можно с тобой цикл прямых эфиров организовывать и раскрывать подробно каждый вопрос поделить и вопросов больше и больше про оплату кратко скажите пожалуйста на каком этапе брать оплату и подписывать договор дальше как верно донести что мы работаем только после оплаты это же естественно на практике неуверенность это вопрос по поводу личные границы и опять же договоренности это значит это про конкретику договоренностях и тут выплывает еще одна техника которая называется техника бесконфликтного отказа как не идти на условия со скидками рассрочками да это прям целая методология под которой я думаю что мы сможем чтобы сделать отдельный эфир ну либо в рамках курса я думаю что мы эту тему тему осветим тема будет такая как посылать на не обидеть так ладно супер ребят я думаю то что мы с николаем еще один эфирчик запланируем да на следующей неделе а сейчас я наконец-то я вам расскажу о том что мы с вами что мы с николаем задумали для вас в общем дело было так у меня эта история по поводу продаж для фрилансеров крутится в голове уже давно и у меня привычка такая что типа ну во первых первое запрос да я хочу очень сильно чтобы дизайнеры прокачались до супер крутого уровня по части продаж да ну вот как специалисты потому что реально портфолио охрененно вот у кого не посмотришь вот просто реально хоть там не знаю там для сбербанка делай там и так далее но прям реально для любой любой проект в любую компанию заходи и качество будет охрененное да вот за это я вообще уверен да по части моего сообщества а вот по поводу продаж очень бы хотелось чтобы дизайнеры почувствовали себя более уверенно и начали позволять себе больше в плане зарабатывания денег да чтобы прям ставили себе цели чтобы зарабатывали больше чувствовали себя увереннее в процессе переговоров да чтобы могли не знаю там грамотно импровизировать там процессе коммуникации чтобы могли настраивать доверительные отношения с заказчиками чтобы чтобы их рекомендовали и так далее и я бы очень хотел чтобы дизайнеры прокачали свой навык коммуникации продаж переговоров вот и я подумал типа окей нужно же создать курс то большой такой вот который бы охватывал да там как правильно там заходить переговоры как короче выстраивать процесс самих переговоров то есть как вести встречу да я там собрал 4 4 методики потом как делать так чтобы снизить количество отказов как работать только с теми проектами которые интересны и так далее у меня получилась история там что-то на 13 модулей я николаю показывал вам такие сели и подумали что да это надолго это интересная история но типа это надолго и есть такой принцип ну важно просто с чего-то начать я предлагаю нам с вами да вместе начать эту историю развитие и я приглашаю вас на тренерскую группу с николаем и со мной которая начинается 15 октября в которой мы разберем основные вопросы и потренируем их на практике вопрос которые касаются переговоров заказчиками значит о чем мы с вами поговорим я здесь накидал себе план примерно там из семи встреч и двух практикумов да значит первое это понимание зачем нужны продажи да это как важно действовать в рамках потребности в рамках решения потребности заказчика то есть как важно быть внимательно и как научиться это делать вот дальше как налаживать коммуникацию с заказчиком да то есть как правильно войти в коммуникацию эта история про то как делать питч да питч это короткая там 60 секундная презентация да где заказчик точно согласится с вами на живой диалог в процессе там встреч или скайпа как правильно подготовиться к встрече да потому что важно не только понимать как какие шаги по каким шагам нужно провести заказчика но еще и понимать о чем с ним разговаривать то есть имеет смысл сделать какое-то базовое исследование да компании заказчика посмотреть мой профит понять какой у него типаж там да чтобы на него настроиться и как это сделать следующая встреча это как создать доверие то есть это вот техника комплиментов это раппорт это техника выяснения типажа настройки на типаж потом четвертое это выяснение потребностей то есть как задавать правильные вопросы для того чтобы четко понять что нужно заказчику и что ему важно и как он хочет все это нужно для того чтобы сделать качественный оценок на предложение это как раз следующий там да здесь получается мы разберем с вами то как презентовать ценность как это делать коротко емко вот ну и плюс подключим с вами ваши дизайнерские навыки потому что если вы дизайнер вы можете забабахать еще эпическое визуальное предложение для этого потом обработка возражений договоренности бонусом правовые аспекты да то есть почему важно там оформить себя как в качестве самозанятого да вот и п или самозанятость там какие налоговые ставки там договорный договор счета акты там и так далее и самое крутое то что мы хотим с вами провести это практикум встреч для того чтобы вы просто чувствовали себя увереннее в процессе диалога с заказчиком практикум встреч ну я так вижу себе это следующим образом да то есть каждый участник участники короче отрабатывают в парах как будто кто-то из них заказчика кто-то из них исполнитель потенциальный да есть третья сторона как рефери да который следит за процессом и отмечают моменты на которые нужно обратить внимание лучше вот я бы прокатал бы 10 таких по 10 таких циклов на каждого участника вот если группа будет как минимум из 10 человек да тогда просто задача очень простая вот короче мы подумали что так как это первый запуск мы поставим ценник прям супер низкий на эту историю до 5 900 мы договорились с николаем что будет тренерская группа пока анонсирована только тренерскую группу вот для тех кто запишется сегодня то есть напишет нам в инстаграме через сообщение ну то есть в директ в дизайн что хочет на курс запишите меня забронивайте место для вас будет ценник 4 900 вот значит далее напишите пожалуйста плюсики кому было была бы интересна эта тема и кто бы хотел записаться в нашу с николаем группу по формату работы это будет скорее всего два раза в неделю встречи два раза в неделю и после каждой встречи домашнее задание домашнее задание практическое то есть на отработку на ну например как создать классный пич результат этого это четко прописанный конкретно ваш пич вот второе например ценностное предложение результаты этого да это по крайней мере схема положение дав котором вы будете на основе потребностей которое вы будите на основе потребности презентовать заказчика да и это задать чем минимумом задача максимум это сделать классный дизайнерскую презентацию вот презентацию я готов отсматривать для меня это будет очень интересно далее обработка возражений это конкретно список прописанных возражений конкретно по вопросам, которые могут получить дизайнеры от своих заказчиков. И проработаны эти вопросы, то есть ответы на вопросы. То есть чисто такую практическую движуху мы хотим сделать. Значит, дальше. Куда переводить? Переводить можно по реквизитам, которые вы получите, написав в директ. Вот. Настя, я знаю, что ты на интенсиве. Смотри, если ты будешь успевать и интенсив одновременно, и наш курс, тогда да. Но это будет хардкор. Надо, в общем, посмотреть. Посмотри, будет тебе комфортно или нет. Потому что если тебе будет некомфортно, тогда лучше что-то одно пройти. Я рекомендую интенсив сначала пройти, а потом уже записаться в следующую группу по продажам для фрилансеров. Ну вот. Николай, есть что-нибудь в плане рекомендаций, наставлений? Да, я дополню немножко. Смотрите, самое ценное, наверное, то, что будет, это то, что после каждого занятия мы с вами не только, вы не только делаете домашние задания. Вы в индивидуальном формате можете получать от нас с Дмитрием обратную связь. И то, что Дмитрий сказал, там будет интерактив, когда будет практика, когда вы работаете втроем, два участника и один рефери. На самом деле она будет состоять из двух частей. И, наверное, это, Дмитрий, важно озвучить, что мы будем и в прямом эфире это делать. Для самых смелых будет возможность прям потестить, а что происходит, увидеть со стороны, увидеть потом, может быть, даже в записи для самих себя, потому что это все будет в закрытом формате, точно не прямой эфир. Это прям ваш будет ресурс для вашей проработки, увидеть, а что происходит, как реагируют клиенты. И порой нам кажется, что мы все делаем идеально. Как только мы со стороны видим самих себя, мы здесь можем пройти за один вот этот вот цикл, за, может быть, даже за одно занятие, тот путь, который другие проходят за несколько месяцев или даже лет. И вот получить обратную связь от тех людей, которые, и как мы с Дмитрием эксперты и от тех людей, которые просто в вашей среде, в вашей сфере, в вашей индустрии работают. На мой взгляд, очень ценно. Еще очень важный плюс в том, что это взаимная поддержка в группе. И у вас будет много домашних заданий, внутри которых вы будете тестировать не только инструменты, но те же самые комплименты делать друг другу. Будете нарабатывать те навыки, которые вам в любой среде жизненной, в любых других ситуациях пригодятся. И по поводу эксклюзивности этого курса. Друзья мои, это точно не тот ценник. Вы знаете, сколько стоит у Дмитрия интенсив. Я не буду озвучивать стоимость наших курсов, которые доходят до 150-160 тысяч с одного человека за проработку. Я думаю, что это такой хороший вклад Дмитрия. Я не смог его, честно говоря, переубедить, потому что надо сделать сразу большой ценник. Потому что он говорит, есть миссия подготовить такую элитную команду специалистов, которые не только делают классные, ставят на полку или штучно, где-то эксклюзивно делают для одного клиента, но и сделать элиту дизайнеров и элиту фрилансеров, которые могут задавать определенный тон, определенный темп и могут выходить совершенно в другой ценник. Если вы делаете для Сбербанка и делаете в диапазоне заказ 30-50 тысяч, я вас уверяю, что можно скорее всего с тем же самым вашим подходом выходить в диапазон 300-500. И это основная будет наша задача, как вести переговоры так, чтобы у вас был и средний чек значительно выше, а самое главное, чтобы после каждого вашего заказа клиент оставался с вами. Потому что, когда ко мне обращаются и говорят, а как нам нагнать новых клиентов, у нас там в организации тысячи человек, у меня возникает а где те, с которыми вы уже отработали. И в большинстве случаев просто нет того коннекта, связи, и клиенты снова по привычке начинают искать что-то в рынке. Наша с вами задача будет это сформировать тот алгоритм, тот механизм, который позволит вам не только привлекать клиентов, удерживать их, и я уже сегодня говорил, формировать обратную воронку. То есть, если у вас там 100 человек, кого вас узнали, с 10 вы провели переговоры и получили 3 заказа, важно, чтобы после этого вы получили 30 заказов вот тех же самых людей, которые с вами качественно отработали, готовы вас рекомендовать, получили хороший, офигенный просто результат, который, ну, я абсолютно уверен в том, что все, кто прошел через школу дизайна Дмитрия, это просто специалисты высочайшего уровня, высочайшего класса. Наша с вами задача научиться говорить с клиентами так, чтобы где-то на подсознательном уровне, где-то ненавязчиво, легко у клиента закладывалась вот та самая механика, когда он не может порекомендовать больше никого другого, ходит и хвастается. Я тебе прям очень рекомендую вот с этими, с этими, с этими ребятами, и вы должны быть как раз вот в этой, в этой когорте тех, кто получает заказы в первую очередь. Это как раз про позиционирование, про ваше мастерство и про набор ваших универсальных навыков. Ну что, мы тогда ждем, наверное, обратной связи от сегодняшней нашей встречи, ваших инсайтов. Пишите, Дмитрий, задавайте вопросы. У меня есть такое хорошее правило на протяжении 30 дней после любого выступления, после любого общения, я готов мессенджера давать какие-то корректировки, какие-то рекомендации, если вам это необходимо. Конечно же, самое интересное будет в самом курсе. И ценность в том, что две недели. Мы думали про двухмесячные курсы, про расширенные, про обвиненные. Я думаю, что это будет такой вызов, челлендж, как за две недели сильно подрастить ваши навыки. И я уверен, что это получится. Не, не, погоди. Не две недели. Это две недели до старта курса. А у нас здесь получается семь встреч и два практикума. Я сейчас расписание смотрю. Это получается две встречи в неделю. это четыре недели. Четыре недели. Ну, плюс одна на практикум уйдет. Вот. Это прям очень важно. Но это все равно хороший темат. Вот. Такой формат. И еще для тех, кто уже был на моих курсах, вы заметили, что идет прокачка не только по профессиональным навыкам, но еще и у нас постоянно сквозят какие-то темы, связанные с мышлением, с привычками, с финансовыми установками и так далее. Вот мы недавно с ребятами в Москве встречались с мастером группы. То есть там был такой формат ответов на вопросы тоже очень глубокий. И Николай очень прокачанный человек в плане мышления. У него очень широкое видение и он так как он консультирует по стратегии компании, то ему приходится вкапываться прямо в мышлении глубоко. Ну и просто потому, что если Николай будет вам давать обратку, вы получите не только продажи, но еще и больше этого. Но еще и новые привычки мышления. Окей. Да, напишите, пожалуйста, сейчас в чате какие у вас инсайты какие инсайты вас посетили в процессе этого эфира. Я вас благодарю за участие, благодарю вас за ваши вопросы, благодарю вас за комментарии. Хочется сделать еще один эфир на следующей неделе тоже в формате ответа на вопросы и может быть мы просто с Николаем сами обозначим тему, которую интересно будет раскрыть и отведем некоторое время на ответ на вопросы. По ценникам, кстати, очень классная тема. По рефрешу контактов тоже. По типажам, кстати. может про психологию продаж затронем? Ну, то есть бонусом. Пишите, друзья мои, пишите вычки. Психология продаж очень интересная тема. Накидывайте темы, мы уже посмотрим, какая из них наиболее вызвала резонанс у участников и на этом остановимся и сделаем еще один эфир. Добро. Анонс курса будет в ближайшее время, вы мимо точно не пролетите. 15 октября начало. Для вас условия лучше, чем для всех остальных, кто не был на эфире. В общем, для тех, кто был на эфире, ценник 4900. Для тех, кто на эфире не был, соответственно, по общим условиям 5900. Но при этом это вообще тоже смешно ценить на самом деле за такую проработку. Все. Я желаю вам приятного вечера. Николай, я благодарю тебя за этот прекраснейший эфир, очень ценный. Спасибо тебе большое за углубление, за то, что ты очень детально разбираешь вопросы. И увидимся, ребят, с вами на следующей неделе. И пишите в личку, готовы отвечать на ваши вопросы в real time. Спасибо тебе за приглашение. И всем хорошего вечера и плодотворной работы. До встречи. Пока. До свидания.